Причастие Таинство святого причащения Таинство православной церкви Это то, вокруг, собственно говоря, и существует церковь Это сущностное соединение человека с Богом Это повторение Тайной вечери, на которой Таинство причащения установил сам Господь наш Иисус Христос Надо ли готовиться к причастию? Да, причащению необходимо готовиться И в разное время, в разные века существовала разная практика подготовки Поэтому есть некие общие правила Они говорят о том, что человек, который хочет причаститься Святых Христовых Таин, прежде всего должен исповедаться в своих грехах Можно это сделать накануне, можно это сделать в самый день причащения Накануне причащения необходимо побывать на вечернем богослужении Евхаристия – это завершение суточного богослужебного круга И поэтому, если мы идем причащаться, но самого суточного богослужебного круга в нашей жизни не было Это неправильно Кроме того, существует практика, которая в старину в России называлась говением То есть, некоего приготовления к причащению, состоящего из нескольких дней Кто-то постится три дня, и так благословляют духовники Кто-то постится неделю Кто-то несколько дней подряд ходит в церковь на богослужение В старину обычно, если вы почитаете классическую русскую литературу То если люди говели, то они всю неделю перед причастием ходили в церковь утром и вечером Сейчас это сложно воспроизвести Поэтому сейчас такого строгого говения, как правило, не существует Хотя, если человек имеет усердие, то вполне может поступить тоже так Перед причастием читается некое правило Так называется это по-церковно-славянски Состоящее из молитвословий Обычно эти молитвословия советуют духовник человеку Или же человек следует тому, что написано в молитвословии Как правило, это три канона с акафистом И так называемое правило ко причащению Особое молитвенное последование После причастия читается правило после святого причащения Обычно оно читается в храме по окончании божественной литургии Как часто надо причащаться и что нужно учитывать? Например, возраст надо учитывать? Вообще для человека, ведущего христианскую жизнь, есть такое правило Причащаться нужно так часто, как это позволяют обстоятельства жизни Вообще, поскольку мы уже сказали, что причастие – это соединение человека со Христом А это то, к чему стремится каждый верующий человек Нужно причащаться чаще И, в общем-то, это такое естественное для христианина состояние Но, конечно же, учитывая при этом целый ряд сопутствующих обстоятельств Возраст, занятость, наличие работы, наличие большой семьи, обязанности какие-то Вот, как правило, среднестатистическому человеку приходится выкраивать буквально время Для того, чтобы подготовиться к причащению, причаститься Поскольку занятость сегодня у каждого достаточно большая Во всяком случае, гораздо больше, чем это было 100 или даже 50 лет тому назад Поэтому, конечно, есть такие вот варианты различные Я думаю, чем старше человек, тем чаще ему надо причащаться Просто потому, что с возрастом нужно уделять своей душе гораздо больше времени, чем телу Как причащать маленьких детей? Некоторые мамы жалуются, что, например, выплюнул причастие Что делать? Маленьких детей причащать надо достаточно часто Но при этом очень хорошо бы подготовиться к причастию самим родителям Чтобы причаститься вместе с ними Вы знаете, очень неправильная ситуация Когда приходят родители в храм, которые, в общем-то, почти в него не ходят Приносят ребеночка перед самым причастием Причащают его, убегают с ним И как-то это такое, с одной стороны, утилитарное отношение к самому причастию Вот оно на всякий случай, что называется И, во-вторых, конечно, неблагоговение Ребенок маленький не может сам подготовиться к причастию Но есть очень хорошая традиция Я знаю, что много духовников, которые ее поддерживают И это причащаться родителям вместе с грудными маленькими детьми Это когда родители сами готовятся к причастию и причащаются вместе Вот это, мне кажется, более правильное отношение И, мне кажется, тогда не будет никаких проблем подобных той, о которой вы сейчас сказали Спасибо, Владыка В православной церкви есть несколько дней особого, сугубого поминовения усопших Один из них – Дмитриевская родительская суббота Этот день был установлен после битвы на Куликовом поле По благословению преподобного Сергия Радонежского Первоначальное поминовение совершалось по воинам, павшим в этом кровопролитном сражении Но со временем Дмитриевская суббота стала одним из дней соборной молитвы за всех усопших православных В этом году она отмечалась 7 ноября Митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин совершил божественную литургию в храме в честь Воскресения Христова на Воскресенском кладбище Ульяновска По традиции была совершена панихида по воинам, отдавшим свою жизнь за веру Отечества и ближних И всем прежде почившим православным христианам В этом году особо молились и по скончавшимся от вредоносного поветрия, эпидемии коронавирусной инфекции У Бога нет мертвых, у Него все живы, об этом говорится в Евангелии И у православной церкви нет забытых людей Она молится о всех, кто когда-то жил на этой земле Мы верим, что смерть – это не конец жизни человека И даже не преграда для нашего духовного молитвенного общения с нашими усопшими Смерть – это то, что преодолевается именно в церкви, в церковной жизни Вот почему мы молимся об усопших так же, как мы молимся о живых людях И просим Бога простить их грехи И Бог слышит наши молитвы, и Бог прощает их По свидетельству огромного количества людей, людей духовно опытных Наша молитва – это единственное и главное, что нужно людям, ушедшим в вечность с этой земли Не случайно храм на территории Воскресенского некрополя Симбирска освящен в честь Воскресения Христова Он призван напомнить живущим о жизни будущего века Нарядный храм в византийском стиле – творение талантливого архитектора Федора Левчака Один из немногих в городе, что пережил безбожное лихолетие Мы находимся в одном из старейших храмов города Ульяновска Это храм Воскресения Христова Находится он на городском Воскресенском кладбище Это кладбище на свою историю ведет от 1863 года Захоронения здесь начались достаточно давно И для того, чтобы отпевать усопших, на этом кладбище была устроена часовня Потому что тогда люди не могли без отпевания хоронить своих усопших Но так как часовня маленькая и православное кладбище не мыслилось без православного храма То тогдашнее руководство города Симбирска решило устроить здесь православный храм Его на строительство этого храма начали в 1906, закончили в 1911 году 4 июля того года было совершено Великое освящение На Великом освящении собралось очень большое количество народу Пришло, радовалось, потому что некрополь этот был достаточно известный После Октябрьского переворота Воскресенский храм стал приходским Постепенно здесь собиралось духовенство и прихожане из других закрытых городских церквей В конце 30-х годов Воскресенская церковь осталась единственной, действующей в городе Зима 1937-38 годов стала временем арестов и расстрелов Были репрессированы архипастыри и священники, служившие в Воскресенском храме Его сотрудники – миряне Им ставилось в вину участие в вымышленных повстанческих организациях В память гонимых и расстрелянных установлен памятный поклонный крест у входа в Воскресенский некрополь В начале Великой Отечественной войны церковь закрыли Но вскоре в эвакуацию в Ульяновск прибыло руководство Московской патриархии Своё первое служение на ульяновской земле будущий патриарх Сергий Строгородский совершил именно в Воскресенском храме Этот храм не закрывался практически ни на один день Три недели, которые храм не действовал, хотели его описать Расстреляли всех, включая клириков, включая сторожей, расстреляли Но не успели его преобразовать в зернохранилище Тем самым этот храм был спасен как раз от разрушения И приездом сюда патриархии здесь возобновилось богослужение И он не закрывается, начиная с того времени С 1945 года здание храма передано православной общине И с тех пор оно никогда не закрывалось ни на один день для богослужения И сегодня здесь возносится молитва о живых и усопших Митрополит Лонгин призвал прихожан храма искренне, глубоко, от всего сердца Молиться не только о своих близких и знаемых Но и о всех людях, когда-то живших на Симбирской земле И не забывать об истинной цели человеческой жизни Человек живет на этой земле для того, чтобы успеть как можно больше добрых дел Добрых чувствований, добродетелей собрать в этой жизни С которыми ему потом придется предстать председержителем Мы часто в этой жизни ставим себе не совсем верные цели И вместо того, чтобы заботиться о спасении, о вечности Мы заботимся о земных вещах прежде всего и больше всего Конечно, мы не можем жить без работы, без квартиры Без одежды, без еды, без заботы о наших близких Это все нужно и необходимо Но это все должно занимать свое особое место в жизни человека Но не становиться целью его жизни Мы все-таки живем не только для того, чтобы поесть, одеться и выспаться Мы живем для вечности и вечности с Богом И в эту вечность мы должны принести с собой из этой земной жизни Те добродетели, которые мы попытались и жевать на протяжении нашей жизни И вот жизнь человека – это постоянная борьба с самим собой С ветхим человеком в себе, с ненавистью, с завистью, с злобой, с жесткостью и жестокостью Со всем тем, что отдаляет человека от Бога И итог жизни каждого из нас, он как раз и состоит в том Насколько мы смогли очистить свою душу и свое сердце И насколько мы смогли вселить в них близких к Богу добродетелей Елена Гончарова, Наталья Горенок, Владислав Фролов, Симбирская метрополия Здравствуйте, дорогие зрители! Вы интересовались, что такое подрясник? В традиции ношения одежды русским духовенством есть несколько элементов Вот сейчас я присутствую перед вами в рясе Это такая широкая одежда, свободная, с широкими рукавами И подрясники Подрясник – это тоже снизу похожий на рясу одежда Только имеет узкие рукава И имеет повседневный смысл ношения этой одежды То есть, если священник в бытовых условиях, в жизни, в обычной Является в подряснике То на официальных мероприятиях, на встречах с архиереем На встречах с корреспондентами На богослужении он должен являться в рясе Ряса в переводе с греческого означает Поношенная и стертая одежда Вот как раз сейчас я нахожусь в русской рясе Русская ряса от греческой отличается по кроям Русская ряса имеет треугольную форму рукава А греческая ряса – квадратную форму рукава И более свободный запахивающийся низ Здравствуйте, дорогие братья и сестры Сегодня я вам расскажу, что такое аналой Аналой – это подставка, которая имеет косой срез На которую устанавливаются храмовые иконы На которые устанавливаются евангелие, крест Аналой участвует в многих церковных таинствах В том числе, будто это исповедь, будто это крещение, будто это венчание Также аналой используется при пении на клиросе Есть такая практика, как установление аналоев прямой То есть вот как здесь у нас находится А также устанавливают кругом Это вот в греческой церкви есть такая практика Аналой служит именно для того, чтобы на нее устанавливали Либо иконы, либо те же самые ноты Добрый день, дорогие братья и сестры Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы Сегодня к нам пришел следующий вопрос Люблю анекдоты, шутки и всевозможные смешные видео Грех ли смотреть их и смеяться над ними? Где та грань, когда шутка просто невинная шутка А где уже греховные искушения? Спасибо за этот важный вопрос Потому что действительно многие люди не знают Где грань между добрым использованием комического, смешного И злоупотреблением, юмором и его проявлениями Для того, чтобы на него ответить, давайте попробуем порассуждать Что такое смешное, что такое комическое Это элемент или механизм нашего познания мира Мы можем увидеть мир особым образом, в смешном свете Почему так происходит? Потому что мир материальный, телесный, временный, в котором мы живем Он устроен очень сложно В нем содержание и форма отличаются друг от друга В ней сущность и явления часто не похожи друг на друга Часто разные элементы этого мира противоречат друг другу И вот в этом противоречии, которое вдруг неожиданно открывается Люди находят много смешного Потому что это открытие радует своей новизною И радует своим каким-то освобождением Давайте подумаем, почему люди от смешного радуются Это происходит потому, что человек очень часто связан в мире Тяготами своего земного бытия Он связан тяготами своего труда Работать трудно Связан тяготами общественных отношений Своими ответственностью перед семьей, перед близкими Своими связями с более далекими С соплеменниками, с единоверцами С представителями других народов И вот та тяжесть, которая нагружает человека От которого мы страдаем Нам всегда хочется, чтобы она как-то стала немножко легче И вот всегда люди радуются такому взгляду Который облегчает их ответственность перед миром Но всякой радости есть предел И вот теперь можно поговорить о том Когда юмор и смех бывает полезным А когда он бывает греховным Мы знаем, что Господь не создал на свете ничего плохого Господь все, что создал В конце каждого дня творения Он оценил своими словами И сказал Бог, что это хорошо И таким образом все, что не существует на свете Все может быть использовано ко спасению Но также человек по своей свободной воле Иногда злоупотребляет тем добром Который Господь человеку дает И таким образом то, что дано ко спасению Оно используется для погибели Потому что в том, если мы говорим о смехе, о юморе В тех веселых взглядах на окружающий мир В них ведь может быть не только польза А может быть также вред Потому что мы можем осмеять Что-то на самом деле достойное Что-то на самом деле высокое, достойное поклонение Достойное тех усилий, которые мы прикладываем К тому, чтобы быть на уровне своего присутствия И своей связи с этими людьми И с этими достойными вещами Вот в Евангелии и Библии у нас есть довольно много примеров того Какой смех, какой юмор может быть полезным А какой может быть губительным и вредным Если мы вспомним книгу Бытия То там есть история про Ноя Это такой праотец, который спас от всемирного потопа Не только свою семью, не только своих детей Но и весь животный, растительный мир И все то население земли, которое было предназначено Богом ко спасению И вот после того, как он спас всех И потом закончился, с ним случился один прискорбный случай Ной наелся винограда И напился виноградного сока, перебродившего С которым он раньше не встречался Опьянел и заснул пьяный, видимо, в каком-то очень неприглядном виде А его сын Хам не только посмеялся над своим отцом Но и пригласил своих братьев для того, чтобы они разделили эту его нечистую радость То, что Ной оказался в таком плачевном, может быть, состоянии слабости В моменте временного падения Это же не отменяет его многолетнего духовного подвига По спасению всего человечества от потопа И не отменяет того благословения, которое получила вся семья Ноя После спасения от этого потопа И вдруг дети Ноя совершили такой поступок, который закрепился в языке И стал называться хамским Который порочит отца, лишает его уважения, достоинства и авторитета Конечно, вот такой вот юмор, такой смех, он не возвышает нас, он нас не усовершенствует, он нас портит Бывает ли такой смех, который, может быть, принесет людям пользу? Конечно, бывает Например, смех, которым ободряется человек в минуты тяжелого труда В минуты грустных событий его жизни Которым он призывается к последующим активным действиям К преодолению той беды, в которую он попал Ну и в Библии также есть один интересный случай Который может быть трактован как случай смеха Как случай комического Причем приведенный не просто человеком, но самим Господом Я имею в виду библейскую историю про пророка Иону Это был удивительный персонаж, который спорил с Богом Который не хотел исполнять благословения Божие Который пытался уклониться от того поручения, которое Господь ему давал А Господь призывал Иону проповедовать в Ниневии Потому что этот заблудший город, если продолжал бы оставаться в заблудшем состоянии Он должен быть уничтожен гневом Божиим И вот Ион, долго-долго уклонявшийся от этого поручения Наконец исполнил его И по его словам, по его проповеди Жители Ниневии покаялись А Иона ушел за стены города и стал грустить Потому что ему не нравилось, что враги его родины не будут уничтожены Богом Они смогут избежать наказания И вот тогда Господь придумал ему интересное выразумление В пустыне в один день выросло удивительное растение В Библии не написано какое, по некоторым толкованиям это была пальма А по некоторым даже гигантская тыква Под листьями которой Иона нашел тень и отдохновение И на следующее утро черви подточили эту тыкву И она сразу же сгнила и исчезла А Иона стал плакать и просить смерти На что Господь спросил Ты почему же горюешь о потере этого растения Которое не ты насадил и не ты вырастил Что же тебе так грустно? Мне грустно его терять, ответил Иона А почему же ты не жалеешь Жителей Ниневии В которой 120 тысяч человек Не умеющих отличить Правой руки от левой Которые опомнились, покаялись и избежали наказания Вот таким вот веселым примером Может быть таким удивительным Притчевым уподоблением, аллегорией Господь вразумил Иону И он перестал, исправился от своей ошибки Перестал быть таким жестоким Научился милосердию, прощению и доброму отношению к людям Поэтому смех в каких-то случаях может исправлять человека Возвышать, приносить добрые плоды Всегда Господь говорит По плодам их узнайте их Иногда смех звучит разрушительно Иногда смех звучит так Что люди перестают ценить что-то доброе и высокое Люди начинают вместо того, чтобы работать Хихикать над каким-нибудь добрым делом Люди начинают вместо того, чтобы уважать святыню Находить в этой святыне какие-нибудь недостатки Люди вместо того, чтобы быть добрыми, человеколюбивыми Совершенными и богоподобными Они начинают радоваться каким-то пустякам Как в каких-то площадных комедиях Мы вспомним в сказке «Золотой ключик» Орликин и Пьеро играли историю под названием «33 подзатыльника» Там Орликин давал Пьеро подзатыльники А весь зал в кукольном театре радостно смеялся Как здорово, когда человеку дают подзатыльники И очень часто в низких комедиях Мы смотрим, когда человеку что-то плохое делают Когда ему там торт на лицо намазывают Или когда у него стул отбирают И заставляют людей смеяться над бедой другого человека Этот смех, конечно, низкий, разрушительный Не приводящий человека к образу и подобию Божию А наоборот, делающий его таким скотоподобным Поэтому я призываю вас внимательно относиться К этому важному элементу нашей жизни К юмору, к смеху Старайтесь, чтобы ваш смех Он не разрушал вашу душу, а созидал ее Чтобы он не лишал нас святынь А наоборот, приводил нас к более высокому И чуткому, правильному отношению к святыне И тогда этот смех, как и любой дар Божий Послужит к спасению нашей души Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok